Находитесь вы на онлайне отречевого бизнеса сообщества «Фитнес-эксперт», где мы ежедневно с вами общаемся, обменяемся разными интересными кейсами для развития фитнес-клубов и студий. Конечно же, мы в основном встречаемся с представителями фитнес-клубов и студий, тех, кто работает в фитнес-компаниях, но, конечно же, понимаем, что большую часть нашего фитнес-сообщества составляют и поставщики оборудования, услуг, сервисов, для того, чтобы понять, откуда клубы черпают все новинки, все инновации, и упускать такой большой блок, такой большой коллектив нашего большинственного бизнес-сообщества было бы, конечно, непростительно, но нечастое такое в нашей встрече эфире, в первую очередь, связано, конечно же, с тем, что представители поставщиков оборудования, скажем так, в первую очередь, и в основном, конечно, друг к другу вспоминают как конкуренты. Конечно же, и фитнес-клубы конкуренты друг к другу, но за последние годы большое достижение в том, что нам удалось вместе перебороть отношения, и фитнес-клубы, и студии, мы надеемся уже, по крайней мере, те, которые находятся на нашей площадке, кто обменяется опытом друг с другом, считая, что, в первую очередь, они, конечно, не конкуренты, а партнеры в борьбе за новых клиентов, за увлечение в фитнес, и мы все для этого делаем, и много об этом говорим, что делать для того, чтобы тратить свои усилия, и даже, может быть, создавать некую синергию в одной локации фитнес-клубом, для того, чтобы все больше и больше привлекать новых клиентов, а не стараться перетянуть уже действующих, потому что в этом, чем больше, понятно, пирог, тем больше всем дохода и остается. С поставщиками мы прекрасно понимаем ситуацию немножко другая, но мы тоже надеемся, что периодически обсуждая, встречаясь с вами, мы сможем тоже, вероятно, в какой-то момент перейти, и вместе собираться, и вместе, может быть, рамках круглых столов, или каких-то отдельных встреч, отдельных семинаров, вместе как раз делиться опытом, каким образом клубам помогать в том, чтобы увеличивать тот самый пирог, пирог увлеченных людей в индустрию. Ну что, тем не менее, эфиры такие мы считаем полезными. В первую очередь, конечно, мы сами фитнес-эксперты, я боюсь, что Максим управляющий партнер компании фитнес-эксперт, мы не являемся поставщиками оборудования или услуг, мы площадка, где все мы вместе встречаемся, не имеем стопроцентной экспертизы, как же там оборудование возить, продавать, поставлять и оборудовать фитнес-клубы, тем не менее, мы очень много общаемся с нашими коллегами, знаем их боли, их задачи, видим боли и задачи фитнес-клубов, поэтому хотим с вами как раз и поговорить, пообщаться как раз относительно того, каким образом можно быть более эффективными, еще больше помогать фитнес-клубам в их работе. Но прежде чем перейти к каким-то рецептам, может быть, советам, и первую очередь хотел попросить, что если с чем-то не согласны, или у вас какое-то другое представление, то пишите, пожалуйста, в чате, будем рады как раз поискутировать. Ну что, давайте прежде чем перейти к теме, поговорим сначала о том, что в каком состоянии у нас с вами отрасль. Вкратце сейчас поговорим, но я наверняка уверен, что вы все в своей работе следите за новостями, следите за статистикой, сами ведете какую-то статистику, узнаете, какое количество клубов открывается. Ну, чтобы синхронизироваться, да, если вдруг есть у нас среди коллег, сегодня здесь присутствующих, кто, скажем так, обладает тайными знаниями о том, что у нас все плохо в индустрии, мы все закрываемся, и клубы все меньше и меньше, и отрасль сжимается. Мы сразу хотим сказать, что у нас другие данные, поэтому и весь наш сегодняшний разговор, и, в принципе, наша стратегия и планы на будущее как раз исходят от того, что все не так. Индустрия, несмотря ни на что, за 20-21 год пандемии в общей сложности подросла и в количестве клубов, и в членах клубов, также мы считали, уже эти данные тоже всем рассказывали, также подросла и гораздо сильнее подросла, все просто понимаете, онлайн фитнес, диджитал фитнес, как угодно вы его называете. Мы его, к сожалению, не считаем, потому что он находится вне рамках наших зон внимания, но я думаю, что в ближайшее время мы тоже на него обратим, и будем считать там и клиентов, и деньги, потому что сам по себе диджитал фитнес вырос значительней, гораздо больше, чем фитнес оффлайн, чем клубный фитнес. 22-й год мы еще не считали, но посчитаем в самое ближайшее время, по нашему ощущениям, отрасль также подросла, несмотря ни на что он был с 21-го года довольно-таки хороший заряд инвестиционной активности, который перешел в 22-й год и помог клубам открываться, хотя по нашим представлениям гораздо большую инвестиционную активность проявили регионы, и гораздо активнее, и больше клубов открывалось в городах-миллионниках, чем в совокупности, чем в Москве. То есть рынок московских клубов сильно просел, Москва остановилась своей инвестиционной активностью, если бы не активно открывающиеся такие технологические клубы на рекуррентах, всем известные, тоже не будем сейчас их называть, но тем не менее мы знаем, что они активно открывались и помогли московскому рынку также подрасти, хотя доля именно московских клубов, в общем доля фитнес-клубов России, подменьшилась. Посмотрим, что будет в 23-м году. Давайте перейдем к тому, что творилось все-таки с поставщиками, в первую очередь оборудование, все прекрасно знают о сложности 20-го, 21-го года пандемии и 22-го года политически-экономической ситуации, которая наложилась в том числе и на проблемы с поставками, физические проблемы с поставками, когда невозможно было вести, непонятно как вести, проблемы с локацией, с контейнером, мы все это прекрасно понимаем, и когда, грубо говоря, поставщикам было тяжело, что называется, даже принимать контракты, да, на оборудование фитнес-клуба, понимая, что они просто не успеют поставить оборудование в нужный срок, прекрасно понимаем, если клуб открывается, если в нем сделан ремонт, если уже есть команда собрана, начали платить зарплаты и аренда, то, конечно же, оборудование там нужно как кровь, да, без которой невозможно начать работу фитнес-клуба, и, конечно, это такой форс-мажор очень печальный, да, если им не удается вовремя поставить срок оборудования к открытию. Разные есть данные, понятно, что мы видим, что в 22-м году количество и в деньгах количество оборудования сильно поставки, да, просело, но тут, к сожалению, пока не могу сказать, насколько ситуация, скажем так, на весах, да, с одной стороны, понижается инвестиционная активность, и поэтому меньше, меньше лень вкладывается в открытие нового фитнес-клуба, или, наоборот, как бы деньги есть, люди хотят вкладываться в фитнес-клубы, но тупо не хватает, не успевают поставщики оборудования оснащать фитнес-клубы, и поэтому клубы, соответственно, упираются в потолок поставок этого оборудования. Но мы прекрасно понимаем, что, во-первых, сильно вырос и рынок вторичного оборудования, когда, понятные, закрывающиеся клубы либо продают оборудование, либо обновляются, обновляются, сам по себе фитнес-клуб ставят новый, пытаются продать б.у. оборудование. Да, Илья, ну, вроде звук есть, вроде слышно, поэтому, я, вы можете обновить. Илья, напишу. У меня, наверное... Ну, что, также мы видим, да, некоторые проблемы, связанные с сервисами, связанные с продвижениями, да, услуг по продвижению услуг фитнес-клубов, да, продажи карт, понятно, все связано было с изменением платформы, также менялись, уходили с рынка, проходили новые сервисы программного обеспечения, компании все искали, искали стабильность в этом году и стабильность, в первую очередь, для себя, как для IT-команд, ну, это, понятно, так или иначе, охватило все сферы, которые связаны, которые зависят от IT-решений, ну, я думаю, что нет таких сфер, наверное, которые не зависят, поэтому все это мы с вами прекрасно все понимаем. Давайте поговорим все-таки о некотором будущем, единственное, что, да, мы понимаем, да, те сложности, те изменения в рынке поставок оборудования, но так или иначе, все поставщики, которые стабильно работали до 2020 года, находят возможности для себя, либо меняют линейки, меняют бренды оборудования, меняют логистику, да, для того, чтобы так или иначе поставлять оборудование фитнес-клубам, поэтому пока наше ожидание, что 2023 год по инвестиционной активности станет не хуже 2022 точно. Ну, понятно, что это наши планы, они, как бы, это наши прогнозы, да, прогнозы от реальности отличаются тем, что в реальность, когда приносится что-то, то, о чем мы не можем прогнозировать, то, о чем мы не знаем, что произойдет в 2023 году, но пока у нас ожидания именно такие. Ну, а что, давайте все-таки поговорим, что мы будем с вами в 2023 году делать. Сейчас начну, сначала расскажу о некоторых, возможно, банальных историях, которые мы хоть, нам кажется, что, в принципе, являются разумными и всем понятными, но зачастую общение с поставщиками, и с коллегами, и с фитнес-клубами вызывает иногда удивление, такое, что, оказывается, так можно было. Поэтому, конечно, мы видим, в том числе, и как меняется коммуникация между партнерами, и как меняется коммуникация между поставщиками и клубами, и как меняются коммуникации, как меняются, в принципе, инструменты этих коммуникаций. Прекрасно мы видим, о том, что мы пережили, по крайней мере, в нашей стране, бум больших выставок, там, 17-18 год, да, 19-й, когда мы с вами с удовольствием и сами участвовали и в российских больших экспо-выставках, и ездили зарубежно, FIBA, EURSU, да, где огромнейшие стенды, и поставщики оборотных услуг старались удивить своих потенциальных клиентов яркостью и какими-то решениями, да, визуальными, для того, чтобы, да, как-то показать свою стабильность, показать свою такую нетривиальность, и, тем не менее, укрепиться в маху потенциальных клиентов как надежного и долгосрочного партнера. Все пытались удивить друг друга, да, но в течение 20-го, 21-го, 22-го года такой возможности удивлять в офлайне, на выставках ни у кого не было. Все пытались, пытались и пытаются найти какие-то другие решения для того, чтобы эти коммуникации произошли и каким-то образом выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Что-то можно сказать, да, некоторые наши коллеги, поставщики, с кем мы встречаемся, высказывают свое сожалению о том, что, да, там эра больших экспо ушла, некоторые, наоборот, говорят, что здорово, что теперь никаких таких больших многозатратных мероприятий нет, и каждый находит какие-то свои пути для промотирования продукции. Мы, как одной из части нашей работы организации мероприятий, тоже видим всю эту ситуацию и, конечно же, находим другие, как нам кажется, более жизнеспособные инструменты для того, чтобы вместе собираться, вместе принимать решения и, конечно же, на смену, грубо говоря, выставку достижений народного хозяйства, как можно назвать так, был такой, может быть, кто-то из коллег, кто присутствует, знает, такая выставка в Советском Союзе, где все было большое, красивое, гуляли, смотрели и давали диву, давались диву о том, как все у нас процветает. Конечно, приходят решения, связанные, в первую очередь, в эффективности коммуникации и той эффективности, которую партнеры могут дать друг другу, то есть идут в первую очередь не из, скажем так, ни у кого больше стенд или у кого там больше склад, а скорее идут из тех возможностей решений, которые поставщик может дать фитнес-клубу сегодня, помогая фитнес-клубу либо заработать, либо сэкономить, а также помогая в решении конкретных проблем, которые есть сегодня, которые накидываются компаниям, фитнес-клубом сегодня, либо в самом ближайшем будущем. Конечно же, инвестор раньше, ну, то есть, для того, чтобы, скажем так, когда делались большие бизнес-проекты, инвестор смотрел, смотрел всегда в том числе на оборудование с точки зрения того, что, понятно, что, вкладываясь миллионами в, например, в железо, инвестору хорошо понимать, а что будет, если там что-то не поет не так, и будет ли возможность, например, это оборудование через сколько-то лет продать, грубо говоря, какая его остаточная стоимость будет через 1-2 года. Мы пока не знаем, сохранилась ли такая тенденция инвесторов. С инвесторами, если честно, мы за последние полгода с нами не встречались, не смотрели, насколько у них меняется вектор, да, внимания в этой истории, но знаем, что как раз непосредственно у управляющих фитнес-клубов, конечно, у них сейчас, скажем так, 90% времени их внимание заточено на решении проблем сегодня и сейчас, да, то есть, а сегодня и сейчас у нас проблемы не то, как оборудование, на самом деле, сколько оно, насколько потерять ценнее через какое количество лет, а, наверное, в большей степени о том, насколько оно сломается или сломается сегодня, а главное, что, понятно, оборудование-то на самом деле ломается любое, даже самое дорогое, самое брендовое, а вот, скорее всего, сейчас в первую очередь внимание на том, что насколько это, вроде, можно быстро подчинить, да, найти к нему запасные части, либо изготовить, либо привезти, да, и понятно, что если компания на такие решения предоставляет вместе с поставкой, да, ну, вопрос в запчастях, да, именно такая история, Павел, все верно об этом говорили, вопрос в запчастях, насколько быстро можно восстановить и вернуть строить то или иное оборудование, это прямо реально головная боль практически, наверное, каждого управляющего сегодня, вот, поэтому это задача номер один, задача номер два, конечно же, все смотрят на оптимизацию, смотрят теперь каждый свой метр площади, как его можно что-то поменять в нем, застроить чем-то дополнительным, если это принесет дополнительную выгоду, если метражи или оборудование проставят, да, стараются быстро менять уже, то есть на вопросы экономики и эффективности использованной площади с каждым днем, даже уже в текущих клубах все увеличивается и увеличивается. Так, что еще хотел сказать, значит, и мы видим, что сегодня даже на наших выставках, шоурумах, мы видим, что управляющих все больше и больше подходит и для них триггером является, если компания является конкретным экспертом в решении каких-то проблем, почему это не всегда бывает, если компания-поставщик оборудования, понимает, что компания может быть экспертом в довольно-таки многих вопросах, в том числе экономики, экономики клуба, и зонировании, и в том числе выборов дизайнов, выборов, не знаю, переставления, планировки и прочее, прочее, да, то есть чем больше экспертизы, чем больше советов и помощи поставщик или его партнеры, как там команда консалтеров могут дать фитнес-клубов, тем больше, конечно, руководитель фитнес-клуба или потенциальный инвестор расположен к взаимоотношению, да, с такими поставщиками, потому что понятно, дело, что, повторюсь, сейчас фитнес-клуб, конечно же, от компаний, которые что-либо вставляют, сервисы и оборудование, они, конечно, хотят помощи, в том числе и по бизнесу, то есть не тупо, что мы все знаем, вы выпишите нам оборудование по вот этому прайсу, и дальше мы все сами, есть, конечно, такие, но чем больше экспертизы идет от поставщиков, тем больше они, конечно, себя располагают к партнерству эффективному, это мы видим, и это, как бы, нам кажется, что это нормально, да, история, люди ищут решения более эффективные, более интересные, ну, и поэтому мы, в частности, в наших мероприятиях, которые проводим из Колкула два раза в году, идем по пути не увеличения метража выставки, да, а как можно больше насыщения экспертизы, больше насыщения пытаемся и представителей, поставщиков оборудования и сервисов, вывести на то, что давайте мы предоставим нашим клубам, нашим фитнес-руководителям не презентации того, у кого какое новое оборудование, да, не просто, типа, что вот у нас там новый цвет, новая линейка или там еще что-то, да, а чтобы это была презентация решений, да, если мы что-то на рынок и фитнес-клубом представляем, что это, в первую очередь, решение, решение, на самом-то деле, грубо говоря, двух типов бывает, решение, которое позволяет фитнес-клубам заработать либо сэкономить, и вот если в этих двух парадигмах это решение укладывается, то с большой вероятностью на вас обратят внимание, поэтому мы и просим наших коллег, которые с нами выступают и которые с нами ездят в частности в Сколку, да, не брать большие стенды, а готовиться к этим самым решениям, и мы дальше стараемся уже совместно наносить эти решения до широкого круга общественности, да, и там с помощью шоу-румус, и тем интереснее, да, нам нравится как раз и проводить, и организовывать такие мероприятия в разных городах, которые как раз заточены на том, чтобы были какие-то шумные, большие программы, да, и красивые стенды в красивой локации, а как раз мы проводим Global Fitness Россия, хоть и проект достаточно давно, но тем менее он сохранил свою камерность, и нам это очень нравится, и считаем как раз, что в рамках такой среды камерной еще лучше получается такая коллаборация между и поставщиками, и фитнес-клубами. Напомню, да, что мы оригинальные проекты проводим в рамках как бы одного помещения, где один зал, два дня, и шоу-рум, и технологии, и тур по клубам, все это находится в одном месте, и, что называется, нет шансов не перезнакомиться друг с другом, что-то предложить, обсудить, фитнес-клубы делятся своими болями, да, своими проблемами, тут же находим вместе решение, даже если, естественно, кто-то, и скорее всего, да, то есть есть, понятно, выступление экспертов, но я думаю, что чуть ли не 50% всех задач, всех решений, всех интересных кейсов как раз проходят не в рамках подготовленных каких-то, да, выступлений, а в рамках как раз вопрос-ответ за кулисами, за кофе, да, мы все обсуждаем, выдаем те или иные вопросы, и чем больше увеличено не только представителей других клубов в других городах, но и представителей решений, да, для этих фитнес-клубов, которые могут сказать, что вот вот у нас есть автоматизация, она закрывает какие-то проблемы в фитнес-клуб, в принципе, да, например, для поставщика ПО и автоматизации это очевидное решение, там они говорят, что мы современное решение, у нас все давно, а для конкретного клуба, который просто зашорен в своем бизнесе, понятно, что он там с утра до вечера работает над выполнением планов, просто нету времени, бывает зачастую просто узнать о том, что в принципе такие технологии существуют, да, для того, чтобы решить какую-то задачу, надо хотя бы знать, что есть, что набрать, какой поиск, да, в соцсетях, чтобы понять, что есть, существует какая-то автоматизация, там уже и без карточек, уже скоро там, и без пальца, только по лицу, или еще чему-то, да, каким-то образом, то есть для того, чтобы это знать, по крайней мере, надо об этом иметь представление, что набрать, да, в запросе, об этом просто люди могут не знать, поэтому просто общаясь и находя какие-то, рассказывая о этих решениях, узная проблемы в конкретных клубах и обладая решением для решения этой проблемы, то не решением а технологии, да, вы можете что-то предложить действительно эффективное, ну и в том числе, конечно, посещая клубы, вы также можете, да, взаимодействовать и с представителями фиктовского клуба, правда, конечно, мы стараемся посещать, как раз у нас, если раньше мы до пандемии посещали разные клубы, имеется в виду, что, ну, просто брали, тематику, да, там самое интересное планировочное решение или там какое-то, или просто выбирали клубы разного сегмента, то нам показалось, очень важным, что с 2020 года, когда вроде казалось, что все плохо, закрываются клубы и все куда-то, да, движется в никуда, нам показалось важным именно ездить по новым открытиям, по новым фитнес-клубам, которые появляются в городах, тем самым показывая, что и клубы новые появляются и как раз делясь теми технологиями, которые люди реализовали даже несмотря на пандемию или какие-то другие экономические факторы. Поэтому у нас клубы новые, у нас пока еще продолжаются, мы думали, что в 2020-2021 год клубы новые покажем и больше не закончатся, но вот оказалось, что они не заканчиваются. И в 2022 год мы новые клубы смотрим, и в 2023 год тоже перешли и готовим тур по клубам. В Екатеринбурге тоже совершенно новый, один из клубов даже еще не открылся. Это на самом деле очень радует, что такое происходит, и мы надеемся, что новые клубы никогда не закончатся, что мы каждый раз будем приезжать в новые города, и там будут все новые и новые клубы. Это здорово. Ну и также не касается конкретно, наверное, вопросов поставщиков оборудования и сервисов, но хочу все-таки сказать, что мы в каждом городе с 2023 года проводим фитнес-конвенцию. Тоже решили, что большой пласт, большой блок, целый незакрытый фитнес-департамент у нас, незакрыт к нашим вниманиям, что мы никогда не работали с инструкторами и фитнес-тренерами на наших проектах, но вот с Сколково осенью мы начали это, нам это понравилось, мы поняли, что мы можем быть полезными, эффективными для этой части нашего большого фитнес-сообщества, и в каждом городе теперь будем проводить и фитнес-конвенцию. Ну, соответственно, если есть у вас что показать и что донести до фитнес-тренеров, то тоже я думаю, будет здорово. Ну, у нас планы, повторюсь, большие, на Сколково давайте вместе, мы продолжаем концепцию о том, что давайте не предлагать новинки через большие стенды и презентации, влог о том, что у вас какие новинки есть, а давайте вместе презентовать решение. Мы каждый день общаемся и с вами, конкретно кто-то из вас, наверняка, кто слушает меня или кто-то, с кем мы еще не знакомы, давайте общаться, обсуждать, мы смотрим вместе на ваши продукты и думаем, каким образом их лучше, о них рассказать, как донести и как показать и донести фитнес-клубам о том, как ваши оборудования, сервисы или услуги помогают, повторюсь, клубам заработать или сэкономить. Ну, у нас есть формат Сколково, есть формат по городам, глобус фитнес-россии, напомню, что буквально через месяц мы, да, вот ровно через месяц у нас мероприятие в Эксеринбурге, большое, дальше в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Сибирске, еще будут обязательно порядка 10 городов в год у нас проходит по городам, и два мероприятия в Москве, такое мультиформатное мероприятие в Сколково, если вдруг случайного еще там не были, вы много упустили, действительно, самое интересное, мне кажется, ну, не самое интересное, скажем так, самое мультиформатное, где каждый участник индустрии найдет для себя что-то интересное, мы для этого все делаем. Ну и, конечно же, как мы начали с пандемии нашей онлайной, когда мы не могли физически с вами встречаться на наших очных мероприятиях, так вот уже не можем остановиться, а главное, мы не можем остановиться не из-за того, что нас завели, и мы такие теперь, как на Дюрасфеле, да, выходим в эфир каждый день 13 на 0, а не могут остановиться все наши коллеги, потому что есть желание делиться, есть желание слушать, есть желание получать новые знания, и как раз вот этот самый источник, когда всего лишь один час в день можно оторваться, либо отрывается непосредственно человек, которому эта тема интересна, либо он советует своему коллеге по клубу, смотри, эта тема там для тебя, посмотри, что коллеги делятся, мы, соответственно, повторюсь, в том числе интегрируем и зовем поставщиков обороны и на услуг, в первую очередь, почему, не потому, что как бы мы знаем, давайте что-то рекламу создадите, это как бы самое, скажем так, неинтересное, что мы можем поделиться с вашими коллегами по отрасли, а давайте расскажите нам, как вы помогаете, какие у вас есть новые технологии, да, мы прекрасно понимаем, что сейчас сильно отрезаны от западных технологий, да, что просто, как было раньше, такой типовой, типовые инновации в России, да, что топ-клубов таких, вы можете себе позволить поездку, там, ворд-класс, да, например, да, в том числе, там, X-Fit, большие команды собирают, едут на EURS, смотрят, какие инновации, технологии, что-то там в замечательном каком-то городе, Соединенных Штатах Америки нам показывают, рассказывают, что-то мы не считаем инновацией, потому что у нас давно это все было уже внутренне, но что-то действительно какие-то интересные технологии появляются, мы берем, привозим к себе в клубы, или что ближе, да, это FIBA, тоже такая история была, то есть два раза в год обычно это Германия, да, из Штат Америки, что-то там интересно посмотрели. Сейчас такое мы, к сожалению, оторваны, сейчас нам приходится инновации где-то в каком-то другом месте улавливать, в интернете, но в интернете достаточно тяжело действительно что-то, во-первых, выявить, что это новинка, выявить, что это действительно имеет за собой какое-то решение и технологическое, и методическое, да, и дальше как-то непонятно внедрять, тем более, что все меньше и меньше какая-то поддержка с точки зрения обслуживания, да, и поддержки, да, ну, как ПО или как оборудование, тем более новых каких-то инноваций в Россию приходят. Мы прекрасно знаем, что буквально печальная для нас новость, да, это то, что у нас ушел из России, из фитнес-клуба, значит, ушел из Милс, да, как-то мы будем меняться, как-то новая технология, кто-то возьмет флаг этого направления в России, может, какой-то другой сервис появится, ну, посмотрим, как все будет развиваться, но не суть, суть в том, что нам приходится как-то по-другому, и поэтому одним из таких основных источников инноваций должны взять на себя непосредственно поставщики, те люди, которые либо имеют непосредственную связь с представителями производителей за рубежом, наверное, там, в какой-то части мы там будем переориентированы на азиатский рынок, на китайский, да, там какие-то инновации, там, может, какое-то там перекрестное опыление инноваций там из европейского фитнеса будет проходить, в азиатский, там, мы что-то будем подбирать, в общем, нам нужны те самые технологии, инновации, которые нам были бы возможны, да, предложить нашим клубам, приходите к нам, давайте вместе смотреть, что и как мы можем показать, рассказать, какой сервис мы можем внедрять. Питер, Елена, в Питер, Питер у нас традиционно первые выходные июня, у нас за некоторыми городами, да, закрепились такие недады, да, если там, в феврале это традиционно, теперь уже Екатеринбург, март у нас Краснодар, начало июня у нас Санкт-Петербург, Новосибирск у нас июль и Казань у нас август, у нас за этими городами-миллионниками закрепились такие месяцы, что мы уже вместе готовимся. Вот, также мы рассматриваем выходы на рынки и проведение мероприятий в соседних наших стран дружественных, скажем так, ну, дружественных мы надеемся все-таки для нас условно все дружественные страны, вопрос только о том, что где мы как фитнес-эксперт можем иметь возможность провести совместное мероприятие, где с одной стороны наши эксперты будут полезны в аудитории этой страны, а с другой стороны нам будет интересен клубы, да, и сотрудничество будет эффективным с представителями индустрии в этой стране. Мы, конечно, надеемся провести и в Белоруссии, то есть в Минске в этом году, как и в прошлом году, также надеемся вернуться в Казахстан, техническим причинам в 2022 году нам удалось провести, но не из-за того, что что-то мы не захотели, не получилось, просто технические билеты обычно в то время, когда мы туда летаем, проводим мероприятия, стоимость перелета возросла в несколько раз, что не позволило нам провести туда всех экспертов. Поэтому было принято решение перенести на 2023 год. Ну и будет еще несколько, надеюсь, стран в этом году тоже охвачено. Ну и также хочу, забегая вперед, сказать о наших планах, как-то давно, еще до пандемии, у нас была идея, если мы все время с вами вместе собирались с коллегами, ездили, как раз, повторюсь, на FIBA и ERSU, то есть летали на запад, то у нас тогда еще взялась идея, почему бы не слетать на, тоже есть мероприятие, FIBA в Азии, по большим мероприятиям, в принципе, установить, а что же там за условно фитнес в Азии, да, как он вообще выглядит, какие там клубы, решения, технологии, поставщики, то есть мы ничего с своей точки зрения не знали, нам очень было интересно съездить с какой-то командировкой, может быть, даже составить какой-то делегацией представителей фитнес-клубов в России. Ну, если раньше это было пока гипотетически, то сейчас это практически, ну, наши прекрасные примеры в реале, что сейчас надо ехать, надо смотреть, что там происходит, и смотрите и вы, поставщики оборудования, да, уверен, да, каждый уже туда посмотрел, и каждый уже оттуда что-то везет, сейчас с кем-то договариваются или подписывают контракты, ну, и мы хотим туда слетать, поэтому в наших планах на 24-й год организовать такую делегацию, поездку в Азию, представители фитнес-индустрии, будем рады вашей поддержке, помощи, если также вы расскажете, а что же там посмотреть, куда съездить и что-то совместно организовать, мы будем рады, с моей стороны, мы к этому в 24-м году будем вместе с вами готовиться. Так, ну, наверное, про все рассказал, про онлайны наши рассказал, где мы каждый день с вами, в том числе, встречаемся, мы будем стараться все больше и больше вас увлекать в какое-то общение, причем, понятно, так-то мы, я лично там езжу и к представителям поставщиков оборудования, каждую неделю мы с кем-то встречаемся, и мы коллеги, да, и в переписке, и в чатах, но, конечно, мы, такая прям у нас реальная идея о том, что все-таки придумать, как наладить общую коммуникацию, общую, какой-то комьюнити поставщиков оборудования, чтобы мы вместе думали, как, как вместе, да, собираясь обсуждать какие-то интересные идеи и придумывать новые фишки. Это, конечно, пока идея такая, скорее утопическая, я прекрасно понимаю, но мы, скажем так, в эту сторону ползем или лежим, не знаю, как мы, ну, смотрим уж точно. Поэтому присоединяйтесь, если будет такая идея, возможность для вас, что мы сможем как-то обсудить, хотя бы, не знаю, в рамках двух, трех компаний, четырех, может быть, это не прямые конкуренты, прекрасно, даже понимаем, в рамках выставки бывают, объединяются такие интересные коллаборации, условно, там, поставщика оборудования, например, софта и диагностического оборудования, да, компания так, бывает, так коллаборируется и бывает совместно, и тем, на самом деле, получается интересное решение, когда, грубо говоря, все это работает вместе, и клубу предоставляется не просто оборудование, да, а вот комплекс решения по софт и хард, да, для фитнес-клуба, когда уже все готово и все вместе каким-то образом работает, а не по отдельности, и фитнес-клубу приходится самому это все женить. Ну что, если пока вопросов никаких больше нет, следите за нашими новостями, я уверен, что раз вы здесь знаете о том, что мы делаем и знаете о наших чатах, рассылках, всей, в принципе, деятельности, и встречаемся с вами каждый день в 13.00 в наших эфирах. Да, главный, наверное, вопрос, Екатерины сегодня нет, у нас такой, да, получилось так, что у нас такой комбайн эфиров, у нас прям расписано месяц вперед, и когда ставили сегодняшний эфир, прям редактору не очень дать у нас было, что у Екатерины сегодня день рождения. Заочно ее поздравляю, я надеюсь, что она не смотрит сегодняшний эфир, а празднует свое день рождения, тем не менее, может быть, посмотрит записи, поэтому поздравляю с днем рождения, Катя у нас прям такой настрие взаимодействия как раз с вами, с поставщиками оборудования и услуг, вы ее уверены, знаете, и она всегда на связи, всегда поможет, расскажет, каким образом мы вместе можем быть полезным фитнес-клубом. Ну что, всем спасибо, хорошего, уже забыл, какой сегодня день недели, вторник, по-моему, да? Да, сегодня еще пока вторник, довольно-таки активно началась трудовая, трудовые дни этого 23-го года, поэтому всем продаж, всем развитие, надеемся на новые клубы, едем смотреть Экстеринбург, новые клубы, уверен, будем смотреть новые клубы в Москве в апреле 23-го года, очень, сейчас рвет вперед автоматизация, это, скажем так, наверное, вторая волна и второе, второе дыхание автоматизировать абсолютно с клубов в нашей стране, может быть, первая волна пошла не так, ну, не то, что неудачно, скажем так, не так, мы больше от нее ожидали, скажем так, да, чем оно получилось, многие клубы, даже некоторым не удалось выжить в этой волне, да, они там переориентировали свой формат, но тем не менее, мы, понятное дело, пандемия, все там, уменьшение, повышение эффективности клубов, уменьшение затрат, люди у нас меняются, люди привыкли к доставкам, к каршерингу, по крайней мере, в столице, поэтому столица, конечно, переживает бум тех самых автоматизированных фитнес-клубов, где меньше, нельзя сказать, что меньше персонала, скажем так, меньше персонала заняты в обслуживании каких-то технических, технологических вещах и тем самым возможность больше сосредоточиться на фитнес-процессе, когда, ну, понятное дело, может быть, вывести как дополнительный довольно-таки большой кусок заработка для фитнес-клуба либо тренеров, да, в бизнес-модели они пошли. В общем, на самом деле, у нас очень много что обсуждать, мы надеемся, что и те самые фитнес-клубы, которые сейчас эти модели активно запускают в Москве, будет, чем делиться и в других городах, то, что мы знаем, что пока этот бум автоматизированных фитнес-клубов у нас переживает, ну, я бы даже сказал, что только столица, да, в других городах мы пока этого не видим, но так или иначе, что мы традиционно все свои грабли и все свои шишки набьем здесь, отработаем какие-то уже эффективные модели и, конечно, передадим, либо сети придут в другие города, либо в городах не федеральных, а локальных сетях возьмут эти модели и будут внедрять в себя, что тоже будет хорошо. Ну что, всем хороших продаж, всем удачи, начинаем, стартуем наш с вами фитнес-год и до скорой встречи в Ветеринбурге, в Москве со всеми, кто смотрит онлайн завтра в 13.00. Всем спасибо. Баба. Спасибо.